Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова с особым мнением. Сегодня у нас в этой студии Андрей Колесников, координатор программы Московского центра Карнеги. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. И начнем мы, знаете, с чего? Начнем мы вот с французской вот этой истории про Малин Липен, которой французские банки как-то не дают денег на предвыборную кампанию. Она собирается выдвигаться, вот та предвыборная кампания уже скоро. И Блумберг говорит, что она возьмет 6 миллионов евро из фонда, который контролирует ее хорошо также известный всем папа Липен, а вообще ей нужно около 20 миллионов евро. И поэтому вопрос, может быть, не будет жалко, как вы думаете, жаба не задушит, например, кремлевских бухгалтеров, банкиров, подкинуть, сколько там получается, 20 минус 6, 14 миллионов евро для Мариночки, для нашей. Многовато. Многовато, жарновато будет, да? В ситуации кризиса придется искать золото партии. Но не миллиардов же с другой стороны. Ну миллионов, 14. Но евро, если это перечислять в нашу валюту, получается многовато. Нет, но я думаю, что все-таки поможем, хотя здесь есть некоторое раздвоение ВВП. В том смысле, что мы вроде как поддерживаем Фиона, которая на бильярде с нашим начальником играла, а с другой стороны, Марино Липен, это еще лучше. То есть тут фартит так, что дальше ехать некуда. То есть даже, когда слишком хорошо, это тоже не очень хорошо. Да, и можно, на самом деле, выйти бесплатно из этой ситуации, ввиду того, что все равно будет хорошо в той или иной степени. Да, а что выйти бесплатно? То есть никому не давать? Пускай они там сами между собой проведут естественный отбор. Быть монетаристами-либералами уже до конца. А что, Фион прямо вот так вот возьмет и повезет? Ну вот сейчас, насколько я знаю, по опросам они идут ноздря в ноздрю. Правда, выборов еще некоторое время есть. Липен что-то такое обходило, потом она немножко падала. Но это, естественно, для любой предвыборной кампании. Но это же вот все у нас решается на соответствующих совещаниях. Когда мы, например, задаемся вопросом, будет поддерживать Кремль Навального или не будет, да? А там Володин говорит, что нет, да? Но на самом деле Володин теперь у нас не главный политический манипулятор. Володин теперь не Володин, да. Значит, где-то это будет решаться в спорах, в ночных совещаниях. Будут докладывать руководителю. Он будет, как всегда, неопределенно отвечать. Решайте сами. Ну, то есть, это вот такая длинная история. Я думаю, что с Марин Липен та же самая ситуация. Главное ведь доказать невозможно факт предыдущего, так сказать, вот этого самого споможествования. Это как с нашими хакерами. То ли они есть, то ли они нет. Трамп уже говорит, что, может быть, их и не было, да? Поэтому, ну, вот, это всё покрыто мраком, как половина нашей отечественной истории. Делали мы что-то, не делали бы, была спецоперация. Как половина нашей отечественной истории и 34-й нашей отечественной современности. Абсолютно. Вот, поэтому, действительно, здесь, наверное, стоит на ситуацию смотреть в том контексте, что мир действительно становится, теоретически становится более дружественным по отношению к России. Это меняет декорации не только внешне, но и внутри политически. Существует важный, конечно, вопрос. Я только хотела ещё вас попросить, прежде чем мы перейдём вот к этому общему вопросу, чуть больше сказать про Францию, потому что, на самом деле, ведь там же может повториться такая история с Лепен, так же, как было с её папашей, когда там просто все встали на уши, вот просто все и легли костьми, чтобы только не допустить старика до президентства. Ну, в общем, тут же яблочко от яблони не очень далеко укатилось, правда? Совершенно недалеко, ещё, может быть, даже дальше талантливее в чём-то. И, опять же, гендерное преимущество какое-то есть, гендерное разнообразие. Если оценивать сам факт того, что банкиры отказались финансировать Марин Лепен, это говорит о том, что в французской демократии существует, что консенсус в элитах, Лепен, возможно, как Трамп, она играет против элит, она играет на настроениях простых французских дружеников, а вот для элит это по-прежнему нечто маргинальное и неприличное, что нужно остановить. И в этом смысле можно понять этих людей, которые не хотят вкладываться в своё будущее. И, наверное, в этом смысле верят в то, что она проиграет. Во всяком случае, такие шансы есть. Иначе ужесточение какой-нибудь там законодательства отношений банков гарантировано после прихода Марин Лепен к власти. Значит, есть некоторый такой вот консенсус, да, в том смысле, что Марин Лепен – это нечто вне демократической политической культуры, это нечто неприличное даже. Удалось же австрийцам на грани пройти, но проголосовать всё-таки за человека с нормальными, скажем так, традиционными демократическими взглядами, не проголосовать за ультраправо. Может быть, и Франция пройдёт по этой грани, но тут ведь многое зависит от каких-то ситуативных моментов, если, допустим, перед выборами состоится какой-нибудь громкий теракт, какой-нибудь очередной батаклан или Шарли Эбдо, не дай бог, да, а, безусловно, весы склонятся в сторону Марин Лепен, которая получит заведомо много очков. А с Фиона что мы можем иметь? Я не думаю, что очень много мы с него можем иметь. Ну, консерватор, он там в каком-то социополитическом смысле, либерал в экономическом смысле. Ну, вот как-то даже материально выразить эти самые благоприобретения очень трудно, потому что, если мы говорим об отмене санкций, то санкции это не Франция, это Европа. Все говорят, что Европа распадается, но объединённая Европа существует, потому что санкции европейские. Не торопитесь, друзья, она ещё никуда не делась. Она закатывается со времён Шпенглера, и почему-то никак не может закатиться. И, соответственно, мне кажется, что это тоже мало что даст, потому что в Германии, судя по всему, власть останется, несмотря на тоже сложности некоторые прежней. Европейский Союз никуда не денется, НАТО никуда не денется, Трамп в этом смысле не очень помощник, ему самому будет договориться с Евросоюзом, а до этого ему со своим Конгрессом ещё нужно договариваться, если он захочет снять эти самые санкции. Это тоже неочевидная вещь. Так что, всерьёз, на самом деле, мне кажется, рано бить в колокола и говорить, что мир меняется по нашему чертежу, изготовленному в какой-нибудь кремлёвской шарашке, значит, вот этими волшебниками, которые держат кристальные шары по нему. — Насколько процентов, прежде чем мы уйдём на рекламу, насколько процентов, по-вашему, являются легендой и мифом? Вот вся вот эта история про кремлёвскую шарашку, которая дёргает за все-все ниточки, и Путин, который всех переиграл и всё вот так вот круто придумал, ну вот, то есть, насколько это миф, а на сколько это реальность? Ну, просто цифру назовите, цифру в процентах, и мы пойдём на перерыв. — Я думаю, что процентов на 3.7 — это миф. Это реальность. — 3.7. — Остальной миф, да. — А зачем 7? — Не знаю. — Обязательно дробь должна быть. — Это так просто, чтобы указать... — А, это ну да, это так всегда делают. — Некоторое моё не вере в то, что Кремль способен проектировать мир. — Мне кажется, здесь больше случайностей и интуиции. — Просто аналитики любят такие неровные цифры, они показывают, что была большая аналитическая работа. — Да, конечно, конечно, прошла за несколько секунд результат. — Хорошо. На 3 минуты мы буквально прервёмся, потом продолжим программу «Особое мнение» с Андреем Колесниковым. — Мы продолжаем программу «Особое мнение» у микрофона Ольга Бычкова с особым мнением Андрея Колесникова, координатора программы Московского центра Карнеги. Ну и вот продолжим про Трампа, собственно, и про новый мировой порядок, извините за выражение. Вот спрашивают, например, знаете, о чём у вас, Дмитрий? Рухнет ли окончательно ялтинско-подсдамская система из-за шагов Трампа? Ну, действительно, впечатление такое, что прямо вот мир меняется семимильными шагами, даже не говоря, даже при том, что вы только что сказали, что там Европа никуда не денется, не распадётся, и, в общем, много что останется на своих местах. — Да, сейчас много разговоров о Новой Ялте, но они имеют под собой некоторые основания. С другой стороны, сама эта система послевоенная, она уже рухнула, когда Горбачёв пришёл и разрушил стену, и началось то, что началось. Но, безусловно, риск того, что Путин с Трампом, для кого риск, для кого какое-то там счастье, конкурентное преимущество, что эти два человека о чём-то договорятся и изменят мир, есть. Но он, по-моему, совершенно минимальный, потому что Америка остаётся Америкой. Американский интерес нечто большее, чем особенности личностного поведения Трампа. У Трампа есть система сдерживания противовесов. Эта система сдерживает его как президента. Ему нужно договариваться с людьми внутри собственной страны. Он не может единолично принимать решения. Это не автократия. Он может быть автократом психофизически, но Америка не автократия. Он не может в этом смысле прийти к Путину и договориться о переделе мира. К тому же мир этот будет против, чтобы его там делили. То есть нового Молотова с Риббентропом не будет? В этом смысле нет, да. Если мы говорим о так называемых траблмейкерах, людях типа Лепенли, людях типа того самого Хофнера австрийского, людях типа соответствующей партии в Германии, о Трампе, о Борбане, о Дуде, о Польском. Да, их больше, чем было раньше. Да, сейчас идут разговоры о нелиберальных демократиях. Но главное слово здесь демократия. Может быть, эти люди не либералы, но их избрали на либеральных принципах. Эти принципы никто не устранял. Европейский Союз по-прежнему имеет претензии к тем людям, кто ведет себя не по правилам. И для них это достаточно серьезный, сдерживающий фактор. А вот такой вопрос про Трампа. То есть я думала, как мне вас об этом спросить, и поняла, что я хочу понять в какой-то момент. Что ведь до сих пор всегда считалось, и так выглядело, да, что в голове там у Путина, в голове у условного Кремля, вот у всех вот этих людей, у них такая конструкция, что им удобно, практично, выгодно, электорально, все что угодно иметь американцев врагами. Вот это же, ну, прекрасное, милое дело. Об этом было написано просто миллионы, тонны, просто мегатонны комментариев. А теперь вдруг что-то такое у них как будто бы перещелкнуло, и теперь они топят за этого Трампа просто вовсю. И всячески, вот всячески демонстрируют, что они просто хотят нежно его любить. И вся эта последняя история с американскими, там, вернее, российскими и американскими дипломатами, высланными и невысланными, американскими детьми, там, добро пожаловать на кремлевскую елку, и вот это все. Вот что такое, что такое случилось у них в голове, и как с этим можно, в принципе, справиться? Ведь это же полное изменение, вот, всей концепции. Да, это, безусловно, серьезный вызов. Если, конечно, случится эта самая дружба, она может и не случиться, потому что... Демонстрируется, по крайней мере, ритория... ...со мной части населения строилась на том, что у нас есть враги. Враги внутренние, пятая колонна национал-предатели, враги внешние, главный из которых, естественно, Соединенные Штаты. Поскольку идет необъявленная война, на нас наступают то турки, потом отступают, то американцы, то международный терроризм, который действительно наступает, то еще кто-нибудь. Мы должны обороняться. Мы обороняемся, для этого мы введем войну в Сирии, для этого мы немножечко еще постреливаем, помогаем постреливать, очевидно, на Донбассе, для этого мы взяли Крым. Но, в общем, мы в осажденной крепости пока еще. Если мы начинаем дружить с Америкой, осажденная крепость испытывает не то, что эрозия, она моментно разваливается, потому что главный враг становится другом. Как тогда поддерживать мобилизацию населения вокруг лидера? Мы начали тогда раздувать градусы. Да, и ответ на самом деле может быть такой, что это важно, чтобы мы побеждали в войнах. Если мы побеждаем не в войне, мы миролюбивы, это тоже победа, это тоже повод для мобилизации. Краткосрочной может быть, но мобилизации. Мы подружились с Америкой на наших правилах. Все же знают, что эта фишка так не работает красиво. Ну, какое-то время может поработать. Важно, что мы устанавливаем правила сами. Наша система, будущая система безопасности, построенная по нашим принципам, если она постепенно наступает, значит, мы победили. И это еще один повод поднять бокалы, сомкнуть их, содвинуть, простите, их разом и сомкнуться еще раз вокруг лидера. Нет долгосрочной такой штуки, которая бы объединяла людей постоянно до 2024 года. Все время придется что-то вот в чем-то побеждать. Побеждать, обороняясь, или побеждать, наступая. Но что это такое придумывать? Мне кажется, здесь нет никакой стратегии, на самом деле, и быть не может, потому что вот эта самая кремлевская шарашка, о которой мы говорили, она скорее реактивная. Она не сама придумывает какие-то штуки и поводы. Она реагирует на что-то, но Аллах, Бог посылает нам то Турцию, конфронтацию с Турцией, то конфронтацию с Америкой в Сирии, то еще что-нибудь. И мы все время находимся в мобилизованном состоянии. И от этого все время забываем о том, что у нас, значит, чек одной покупки растет, что у нас есть проблемы с работой, у нас есть проблемы с рынком труда, у нас есть проблемы с падением доходов и так далее, и так далее. Мы все время на что-то отвлекаемся более важное, духовное, скрепообразное, триумфальное. И это держит режим на плаву. Поэтому даже эрозия вот этой вот системы, мы осажденная крепость на нас нападает, мы защищаемся. Сколько она лет просуществовала? Ну, как минимум, с 14-го года. С аннексией, она же инкорпорация, она же присоединение Крыма. Просто это была кульминация, на самом деле, этих самых событий. Мы же показывали зубки. И от этого же еще была Грузия, там всякая. Зубки показывали в 2008-м. Майданы многочисленные. Ну да. Это просто март 14-го года был кульминацией нашей эволюции в эту сторону, в сторону осажденной крепости. И мы вот в ней сидим. Ситуация немножечко меняется, но я думаю, что командир осажденной крепости пока еще имеет возможность и способность адаптироваться к быстро меняющемуся миру за пределами крепости и внутри крепостности. То есть на свои собственные президентские выборы командир пойдет в таких красивых, нарядных, свежевыстиранных, свежеотбеленных, белых одеждах миротворца. Безусловно. И вот заметьте, очень хотелось закончить этот год не о продолжении бомбометаний каких-то в Сирии, а они показали перед пресс-конференцией Путина, как в Шойгу докладывают Путину о том, что мы взяли Алеппо раз. А под конец были подписаны как бы мерные соглашения, которые, если был действовать очень хорошо, конечно, но опыт показывает, что такие соглашения действуют недолго, но мы должны были к концу года прийти победителями в сирийской кампании. И, в общем, можно оценивать так, что пришли в большей или меньшей степени победителями очень дорогой ценой, но когда мы смотрели на цену. В Великой Отечественной никто не смотрел на цену в жизни человеческих, и сейчас тоже так что-то. Ну, самолет упал, ну что ж, да. Давайте мы вот ровно на эту тему поговорим через несколько минут, сразу после небольшого нашего перерыва в программе «Особое мнение». Мы продолжаем программу «Особое мнение» у микрофона Ольга Бычкова с особым мнением. Андрей Колесников, координатор программы Московского центра Карнеги. И вот тут спрашивают, конечно, много вас спрашивают про Сирию, о чем мы начали говорить перед нашим перерывом. Ну, в общем, в основном спрашивают, какая там идет война межконфессиональная или война цивилизаций, и, собственно, мы там побеждаем или проигрываем. Но вот вы считаете, что побеждаем пока, да? Нет, я говорю об эффекте, который мы там производим. Что мы побеждаем. Ну, там же никто... Думаю, что нет. Ну, это же такой Марс, вот, это Сирия. Это Марс, и очень хорошо, что это Марс. Если бы туда не летел, конечно, самолет, и там не погибли бы люди, но, в общем, можно было бы сказать, что это такой Марс, где никто никогда не был, где никто не знает, что там происходит, где не работают правильные телекамеры. А жертвы потрогать руками не очень можно. И вообще ничего нельзя потрогать руками. Поэтому, ну, как скажут, так и будет. Скажут, победа, значит, победа. Ну, это правда, просто, если мы действительно хотим оттуда уйти, что невозможно, потому что осаду придется защищать годами, потому что ИГИЛ, это государство клякса, которое может растекаться, менять форму, появляться здесь и там, брать города, сдавать города. Да, это проблема нерешаемая в какой-то среднесрочной перспективе. Поэтому вот эта нового типа война, она будет вестись всегда. Можно либо уйти совсем, да, оставив там какую-то совсем небольшую часть авиационных войск, либо продолжать помогать осаду, как последнему оплоту, ну, какой-то, в нашем понимании, стабильности. Потому что это Сирия, это во многом следствие психологической травмы нашего руководства от в широком смысле Майдана, в том числе Арабской весны, в том числе того, что произошло с Муаммром Каддафи, да, и с живописностью в плохом смысле его смерти. И вот мы решили помочь осаду в том смысле, чтобы он не повторил судьбу Каддафи, а психологическая связь здесь понятна, любой автократ, в общем, внимательно смотрит за судьбой других автократов. И когда происходят вот такие вещи, они естественным образом не нравятся. Ну и, конечно, Киевский Майдан добавил жесткости нашему режиму во всех смыслах этого слова. А если начать вот совсем буйно фантазировать и представить себе, что дальше мы с Трампом начинаем обсуждать всю эту историю, и происходит, например, что-нибудь совершенно другое, какой-то сценарий, то есть совершенно другой происходит. Может такое быть? Сценарий мира во всем мире? Ну да, ну да. Например, договорятся о том, что ладно, бог с ним все эти масла, там уже в конце концов. Давайте что-нибудь другое придумаем, чтобы тебе было хорошо и мне было хорошо. Ну вот, честно говоря, я не вижу здесь вот поля для такого вот тотального примирения. Большинство моих коллег говорили, когда началась сирийская кампания, что вот, наконец, появилась площадка, где мы помиримся с американцами, договоримся обо всем, задавим вместе террористическую гадину. Вышло все наоборот, потому что и представление о том, кто гаден, и кто нет, разные. Взаимное недоверие сохраняется, оно не могло не сохраниться. Масса военно-технических ошибок, в том числе американцев, тоже сыграли свою роль. И это стало полем для дополнительной конфликтности, а не для мира. И вот думать, что обязательно с Трампом получится что-то совсем уж хорошее, вряд ли стоит. То есть, мне кажется, что какой-то медовый месяц эмоциональный между Трампом и Путиным возможно, но дальше начинается проза жизни, и кто пойдет в магазин, кто будет убирать. Начнутся споры, как в любой семье. И это вот американо-российская семья, я думаю, не будет исключением. Но, вот ведь у нас же нет такого, да, вьетнамского синдрома, там вот что-нибудь такое. То есть, вот напомните мне, как это было, когда была война в Афганистане, которую постоянно сравнивают с этой сирийской компанией нынешней. И при всем при том, что там, конечно, было жертв, ну, просто это длилось очень долго, да, мы не знаем, сколько будет длиться эта Сирия, но Афганистан длился долго. И гробов на родину пришло много. И брали срочников туда. И все знали, в общем, примерно, у кого-нибудь всегда, вот я помню по себе, у кого-нибудь были какие-нибудь знакомые или знакомые знакомых, которые там реально, а не виртуально были, или погибли, или вернулись, или как-то еще имели отношения. И ведь, в общем-то, нельзя сказать, чтобы эта история вызвала какой-то большой такой вот народный протест. Ну, то есть в элитах понятно, как это сыграло все в результате. А среди людей же нет. И в Сирии тоже вот нет. Вот упал самолет, да, с популярными, известными людьми. Ну, как-то, в общем... Да, и он не оценивается, они не оцениваются большинством людей как жертвы войны. Они жертвы войны, как две медсестры, погибшие в Алеппо, как летчик, сбитый турками. Это все жертвы той же самой войны, но они у нас как бы герои, но у нас как бы там нет войны. Почему это не производит впечатление на широкие народные массы? Вот все эти сюжеты. Вот подумать, да, две медсестры, о которых вы вспомнили. Это же там такие вот истории, они такие типичные. За что? За что, да. Но они такие понятные для людей. Две медсестры среднего возраста там какого-то. Поехали на заработки, да. Вот у нас миллионы таких женщин, которые бьются головой. Или на заработки, а просто по приказу. Ну или по приказу, да. Ну хорошо, но у нас полно вот этих женщин, которые бьются головой о жизни, да, с тем, чтобы заработать для себя и своих детей, потому что больше рассчитывать не на кого. Ну конечно. Ведь это же, ну это просто вот эта вот Россия вот в ее полном таком чистом виде. Вот эти женщины. И ничего. Знаете, вот опять же психологически, это не война, это операция. Это военная операция, очень успешная, далеко мы как Советский Союз, мы такие мощные. Это не Афганистан, потому что нет наземной операции, во всяком случае, объявленная наземная операция. И массовых жертв нет. А когда не массовые жертвы, вот мы делали исследование совместно с Левадо-центром по поводу восприятия войны, и фокус-группы говорят, ну это профессиональный риск. А массовые жертвы, это что, Чечня, например? Массовые жертвы, это Афганистан. Афганистан? И там тоже не было такого, в общем, Ну, мы жили все-таки немножко в другой системе, можно, конечно, степень авторитарности сравнивать, но, в общем, никто не вылезал с протестами антивоенной движения в Советском Союзе. Это как-то странно, да? Странно, что его сейчас нет, но тогда... Ну, почему странно? Сейчас попробуйте вылезти и посмотрим, что получится. Что будет, да, ну, конечно. Ага, вылезали уже тут некоторые. Некоторые товарищи, да. Да. Но, тем не менее, вот афганская травма, она есть, просто она, во-первых, ощущается иначе, чем вьетнамская травма. Там она какая-то была более укорененная в народном сознании, в американском сознании. У нас она как-то не укоренилась, и вот, заметьте, ветераны всякие там, афганцы, они, наоборот, не против войны, они, скорее, за. Это какие-то оголтелые совершенно люди. Я не знаю, да? Это так? Которые за власть, которые за скрепы, за все остальное. И очень специфические организации. Боюсь, кого-либо обидеть, но это именно организация. И против духа. А то, что это была травма для поколения, это очень серьезно. То, что, в общем, бегать от армии начали как раз вот в 80-е интенсивно. Я-то учился в университете как раз в 80-е. Я помню, какие усилия прилагались, чтобы одного моего друга туда не отправили, а отправили на Курилы. Лучше на Курилы, чем туда, наверное, смерть. Потому что гребли призывников. Просто широкой лопатой подряд всех. Сейчас хотя бы так не делают. И этот режим опозорился именно тогда полностью. Это был моральный провал абсолютный советского режима. После начала перестройки, начала либеральных реформ, очень большое число людей, по-моему, год 89-й, процентов 70 считали, что Афганистан это государственное преступление. Сейчас, если я не ошибаюсь, это все еще двузначная цифра, но она какая-то очень маленькая. Про Афганистан. Меньше 20, но до сих пор, или больше 20 до сих пор, люди считают, что это государственное преступление. Но очень-очень небольшое. Небольшая часть людей. Здесь есть какой-то консенсус. Но не сравнивают люди Афганистан. То есть сравнивают, конечно, как бы Сирия не превратилась в Афганистан, но пока не превратилась, значит, это наша победа, и окей. Вот в этом смысле. Ну, нет же наземной операции. Ну, как нет? Ну, как нет? Вот так вот нет. Не видна она. Ну, вот не видна. Жертв мало не видна. Потому что все равно постепенно они дают интервью, там, генералы и прочее. Постепенно говорят, да, там работают наши люди, да, они вступают там в взаимодействие, да, они там где-то работают. Да, но выходит пресс-секретарь Минобороны, говорит, что вот гибель наших медсестер в Алеппо, это последствия действий англичан, американцев, ну, в общем, это Антанты, в общем, Бог знает, какого-то запада какого-то абстрактного, что там, причем здесь запад и гибель этих самых двух медсестер. Это они там что-то развязали, они не довязали, вот мы погибли. А так бы мы не погибли. Так бы мы просто ходили по пустыне триумфально и, значит, лечили бы, я не знаю, кого, не раненых лечили. Ну, вот это безумная какая-то логика, но она пока работает. Массовое сознание блокирует тяжелые вопросы, массовое сознание не хочет ни о чем думать. А ну, потому что переполнилось тяжелыми вопросами? Ну, есть историческое бремя, уже утомилось оно о чем-то вообще думать. Есть бремя кризиса, который вялотекущий, которому нужно адаптироваться. Есть понятие, лишь бы не было войны, а это не война, не надо нам большой войны. Есть понятие, связанное с тем, что уж лучше так, а то будет хуже. Ну, это при таком вялом кризисе это как бы нормальный взгляд на мир, потому что люди адаптируются к так называемой негативной адаптации. Ну, немножко хуже становится, но главное, что совсем не обвалилось все. И давайте вот не будем... Как это? Не будем гневать судьбу или что-то такое. Да, я забыл слово. Какое-то есть такое? Гневить судьбу. Гневить судьбу. Это массовое настроение, и на этом вот так потихонечку режим движется к своему 2018 году, к обновлению ожиданий. Возможно, будет двигаться так же медленно и печально дальше куда-то, не пойми куда. И никто не может предсказать, я думаю, даже в Кремле и ни в каком-то обороне не знают. Вот 2018 год настал, вот у нас новый президент, мы из Сирии выходим. Или это должно быть в программе кандидата в президенты Путина выход из Сирии, например. Или это не должно быть в программе кандидата. То есть зависит от обстановки, конечно. Зависит от обстановки. Может, наш заход куда-то еще. Можно в Афганистан еще раз зайти, помочь кому-нибудь еще, Пакистан в конце. Ну вот есть масса точек. Можно в Северный Ледовитый океан войти. Это же с 2007 года известно, что Северный полюс наш, в связи с географическими некоторыми обстоятельствами. Там хребет продолжается, в Сибирске какое-то забавно название, продолжается подвода и заканчивается на Северном полюсе. Как раз это наш пик коммунизма, который нужно... Там же лежит на дне наш этот флажок. Вот. Так что повоевать-то немножко можно даже без Америки, без всякой. Много где. Спасибо большое. Андрей Колесников, координатор программы Московского центра Карнеги, был у нас сегодня в программе Северный полюс. Спасибо. Спасибо. Северный полюс.